привет друзья сегодня хочу рассказать свой способ обогрева в палатке чтобы быть точнее это подогрев для спальника в палатке спальник я кладу подогрев для автосидений для автомобиля вот такой вот он 12 вольтовый и его подключаю к литиевому аккумулятору на 12 вольт 45 ампер часов обзор на данный аккумулятор у меня есть на сайте подключаю его сзади к выводам если видно напряжение 12 и 2 сегодня я на нем ездил немножко энергии потратил но правда сейчас заряжаю от солнечной батареи так вот подключаю вот этот вот подогрев сидения автомобильный к аккумулятору потребление этого подогрева где-то от 3 до 5 ампер в зависимости от режима самый маленький режим это 3 ампера вот в принципе мне этого режима хватает спальник кладу в палатку под него стелю коврик или каремат включ перед тем как лечь минут за 10 включаю его и ложусь в теплый спальничек ложусь вот так вот прямо вот на этот вот подогрев нагреваюсь где-то за полчаса выключаю его и включаю только тогда когда снизу уже начинает опять для спины быть холодно в принципе хватает вот такого аккумулятора 45 ампер часов при потреблении подогрева 3 ампера на 15 часов ну из опыта я скажу что ночевал три ночи то есть подогрев сидений не все время включенный включаю его только когда становится холодно в большие морозы в нем конечно я не ночевал где-то минус 5 минус 7 это максимальный мороз вот сегодня хочу тоже остаться с ночевкой сегодня был на рыбалке хочу завтра порыбачить остаться с ночевкой в палатке и вот таким образом буду себя греть ночью обещают ноль градусов но это пустяки то есть вообще без проблем тепло самое главное в палатке это когда замерзаешь снизу от земли это самое такое проблемное я решил проблему вот таким вот способом очень легко просто аккумулятор весит около трех килограмм переносить очень удобно вот такой вот мой способ преимущество этого способа во первых литиевый аккумулятор позволяют глубокий разряд то есть я его разряжаю 12 вольтовый аккумулятор до 9 вольт и без всяких проблем потом заряжаю без потери емкости там без каких-то последствий для аккумулятора вот коврик то же самое включенный не все время потому что становится даже жарко но когда ночевал при минус 7 он был включенный всю ночь скажу честно но это было там в прошлом году там пару раз так попадал вот а так полностью заряженного аккумулятора мне хватает на три ночи то есть включаю периодически как начинаю подмерзать или такой холод чувствовать то сразу включаю подогрев и все вот когда холодно это у меня спальник самый летний то есть если бы был зимний спальник я думаю вообще проблем бы не было ну а так иногда накидываю сверху спальника еще верхнюю одежду ну чтобы сверху тоже было комфортно и плюс от солнечной батареи под заряжаю аккумулятор вот сегодня солнышко так что идет под заряд ну если вы обратили внимание сейчас 12 и 3 вольта то есть идет под заряд от солнечной батареи ну и параллельно я включил подогрев вот такой вот мой способ обогрева в палатке очень удобный пробуйте кому интересно все спасибо